Лето закончилось, приближается зима. Когда погода становится прохладной, мужчины по умолчанию надевают толстовку с капюшонами или парку. Но знаете ли вы, что осенью и зимой можно сделать гораздо больше со своим стилем? Томас и Realman Real Style поделятся секретами стиля в холодную погоду. Во-первых, примите глубокие цвета. Весной и летом яркие цвета преобладают, но осенью и зимой стоит принять более глубокие и насыщенные цвета. Нейтральные цвета, такие как черный, серый и темно-синий, отлично подойдут. Но есть и другие варианты, например, оливково-зеленый, коричневый, бордовый и лесной-зеленый. Во-вторых, носите водолазки. Прикрытие шеи имеет огромное значение для того, насколько тепло вы себя чувствуете. И не так много способов сделать это более стильно, чем надеть водолазку. Самое замечательное в водолазке – это ее универсальность. Вы можете выбрать элегантный минималистский дизайн или массивный свитер с уникальным рисунком. Водолазки отлично смотрятся, а с пиджаком или блейзером – еще лучше. Следующий секрет – подобрать подходящее пальто. Живешь в Сан-Франциско – отлично подойдет кожаная или полевая куртка. А если живете в Нью-Йорке? Тогда более тяжелая верхняя одежда. Шерстяное пальто, шинель или даффл-кот. Если вы на севере Канады, где погода действительно холодная, наденьте теплую парку. Стиль важен, но пальто должно быть функциональным и соответствовать вашим потребностям. Носите шапку. Когда дело доходит до того, чтобы держать голову в тепле, многие парни надевают шапки Бинни. Поймите меня правильно, они справляются со своей работой, но есть масса более стильных вариантов. Для более прохладной погоды осенью выбирайте восьмиклинику, плоскую кепку или широкополую шляпу, как классическая Федора. Когда очень холодно, носите ушанку, каракулевую шапку или кепку Шторми Кроммер. Добавьте красок с помощью шарфа. Вы можете выглядеть скучно из-за черных и серых вещей. Самый простой способ оживить свой образ – добавить красочный шарф. Он не должен быть ярким или иметь эффектный рисунок. Немного цвета оживит ваш наряд. Теперь обуйтесь. Нет более практичной обуви зимой, чем хорошая пара ботинок. Есть много отличных стилей на выбор, таких как чукка, челси или классические ботинки с открытым носком. Качественный кожаный ботинок выдержит все и прослужит долгие годы. Просто убедитесь, что вы бережно относитесь к ним. Регулярно очищайте кожу от соли и грязи и ухаживайте за ней, чтобы избежать трещин. Замшовые ботинки также являются отличным вариантом. Но замша может быть повреждена, если они промокнут. Поэтому обрабатывайте их водоотталкивающим спреем. Носите плотные джинсы. Обычные джинсы могут не справиться с этой задачей, если вы живете в очень холодных условиях. Обычные джинсы весят от 340 до 425 грамм. Плотная джинса будет весить от 450 до 910 грамм. Более толстый материал будет лучше согревать вас. Пришло время правильной комбинации. Это ключевая часть создания динамично выглядящего наряда. Самый простой способ сделать это надеть свитер поверх рубашки, а затем накинуть куртку. И не забудьте про термобелье в такие холодные дни. Убедитесь, что оно плотно прилегает к вашему телу, чтобы не добавлять ненужной массы и неуклюжести образу. Приобретите кожаные перчатки. Часто зимой вы увидите людей в дешевых вязаных перчатках. Они хорошо справляются с работой, но ткань быстро изнашивается и выглядит рваной. Другое дело, это перчатки в лыжном стиле, отлично согревающие руки, но не такие стильные. Чтобы получить наилучшее сочетание практичности и стиля, купите пару кожаных перчаток. Выбирайте пару с шерстяной подкладкой. Если обычные кожаные перчатки немного скучноваты для вас, попробуйте замшвы. И последний секрет, добавьте немного текстуры. Издалека это незаметно, но выбор тканей с текстурой добавляет глубины вашей одежде. Приятная мягкая текстура, как у кашемирового свитера, вызывает у женщин желание прикоснуться к вам. Примеры текстур. Вафельный, вязаный узор. Ворсовая поверхность на шерстяном пальто. Или ребристый узор на свитере. Теперь, когда вы готовы к зиме, какая куртка будет для вас лучшей? Посмотрите это видео, где мы собираемся показать лучшие зимние пальто для мужчин. А что носите вы, когда становится холодно? Дайте мне знать в комментариях.